здравствуйте уважаемые студенты приветствую вас всех я на том потоке говорил и вот вам хочу сказать пожалуйста все кто участвует в лекции будьте добры подключите камеры если это возможно потому что но все-таки лекция это знаете такое интерактивный разговор диалог то что смотреть на ваши надписи мне не очень приятно если вы просто подключились как бы чтобы просто отметиться не не нужно этого делать я вам говорил уже что я на лекциях не отмечаю ваше посещение поэтому пожалуйста кто хочет принимать участие в лекции подключите камеры ну или хотя бы чтобы ваша заставка фотография стояла чтобы я приблизительно знал с кем разговаривают сегодня у нас с вами лекция посвящена будет посвящена мышечному сокращению физиологии мышц физиологические свойства мышц и мышечное сокращение но хочу сразу сказать вам о том что как-то я упустил этот момент о том что лекции то всего у нас 5 я с вами разговариваю там а потенциале действия о котором вы еще некоторые даже вообще не слышали не знаете конечно для этого нужно эту лекцию посмотреть в ю тубе вот я сейчас зашел на youtube посмотрел в час я вас попросил зайти на youtube ну семь человек восемь человек всего посмотрели лекцию жалко я вас попрошу когда у вас есть время включаете физиологию пусть она там крутится накручивает мне часы просмотров и вообще подписывайтесь просите своих друзей подписываться ничего плохого я в своих лекциях точно не скажу вам только полезное только хорошее я когда готовлюсь к лекциям вот смотрю материалы других лекторов которые тоже читают лекции на тему там мышечное сокращение потенциал действия прочее но иногда такую пургу просто люди несут это уму непостижимо пожалуйста будьте внимательны и фильтруйте информацию то есть просматривайте только ну доверительные источники скажем так я если вдруг ошибусь вы мне можете завтра предъявить сказать курейшка что такое там сказали в лекции а вот тем людям которых смотрят я смотрю абсолютные непрофессионалы говорят про физиологию просто читают какую-то книжку по физиологии и дам лайков миллионы просмотров думаю какой кошмар и какой ужас будьте внимательны пожалуйста источники в интернете не всегда достоверные или не всегда до конца достоверны на сто процентов вот допустим даже я могу по ошибиться я в этой лекции которую вы сегодня с просмотрели я тоже допустил например ошибку я пятый раз когда послушал и посмотрел я услышал что я там ошибся до с чего вдруг я это сказал вот кто из вас найдет вашим а еще раз спроси или это не со мной разговор на сегодняшней лекции на физиологии мышц вот нечаянно допустил оплошность сказал неправильное слово это и будет сегодняшним вопросом для вас кто найдет эту ошибочку в лекции и напишет под лекцией ну того ждут как знаете как вы все знаете бонусы ну вы наверное уже теперь отучились три-четыре недели и поняли что бонусы только на определенных кафедрах в этом университете получают студенты на первой неделе наверно думали что все будут вам сейчас раздавать раздаривать автоматы рубежки направо и налево думаю что здесь такого поставил автомат по рубежному контролю не тут-то было я говорил вот некоторым особенно на том потоке на седьмом там меня дизлайкали за несколько за некоторые вещи там нет не тому видите ли автомат поставил не тому дал автомат ну смотрите время нас рассудит получитесь немножко посмотрите сравните нашу кафедру наши отношения с другими кафедрами я думаю что эти излайки дизлайки вы потом удалить вот значит что хочу сказать связи с этим с тем что лекции всего лишь пять в этом семестре а занятий у вас 15 и естественно лекции посвящены только основным моментом физиологии не всем не каждому занятию я вам буду читать лекцию но вы можете спрашивать задавать вопросы по любой лет по любому занятию то есть у вас вот следующее занятие например гомеостаз положительные отрицательные связи в гомеостазе потом следующее занятие функциональная система пожалуйста вы можете по этим темам задавать вопросы но хочу вам сказать все кто записался в кружок научный кружок поскольку ну такой график у нас с вами дистанционный скорее всего дистанционно будут проходить пока заседание вот этого кружка сейчас я извиняюсь что за очень меня до сальмас флэна у меня лекция живет да да здрасте да быстро давайте после лекции сальмас флэна вот поэтому мы такое знаете студенческий наш кружок наверное сделаем форме физиологический клуб и это будут такие дополнительные наши с вами встречи мы обговорим в какой день недели допустим в конце недели в пятницу 8 часов 9 часов вечера я не знаю обычно это вот время когда я вам скидываю до ссылки на лекции как раз пятницу вечером думаю но наверное вы там кайфуете о наконец-таки пятница завтра выходного и послезавтра выходной а тут курейш малыш ссылкой опять достал уже но я считаю что так ненавязчиво вам закидываю ссылочку думаю вдруг субботу воскресенье посмотрите так на досуге но хотя по статистике посмотрел субботу практически ноль просмотров субботу вообще никто не смотрит воскресенье так уже к вечеру начинается какое-то движение тогда завтра рабочая неделя может быть надо что-то посмотреть но это не страшно это не страшно все что вы не посмотрели все что вы не увидели мы с вами все равно компенсируем вот на этой лекции и вот в этом физиологическом клубе сейчас ардакка над беком я вижу здесь она слышит меня я думал мы такой физиологический клуб организуем на котором вы будете готовить какие-то презентации какие-то интересные доклады я буду отвечать на вопросы мы будем приглашать наших преподавателей ваших преподавать да можете включить микрофон остальным а все у всех включен микрофон разрешить участникам до а кто шахрияр ты а почему у тебя работает все сейчас работает подключаетесь но все а вы мне вы мне пока не нужны когда вопросы будете задавать я тогда все хорошо решили да я думаю ты может хакер каким образом ты там зашел со звуком тоже в прошлый раз также была такая же похожая ситуация окей понятно да вот студенческий кружок будет таком виде и говорю не стесняйтесь и по другим темам задавать вопросы я на все вопросы на которые знаю ответы постараюсь вам ответить есть наверно вопросы на которые я ответы не знаю хотя когда был студентом я был уверен что профессор должен знать ответы на все вопросы как это так профессор и не знает что ответить но сейчас понимаю что нет конечно нельзя быть всемогущим и нельзя быть все знающим но свое мнение на каждый вопрос нужно иметь даже если я не знаю ответа на вопрос я подумаю и логически могу прийти и думаю что плохого опять же ничего вам не скажу не наврежу сегодняшняя тема достаточно интересная и она с как бы вам сказать достаточно нужная для на наши с вами для наших с вами знаний по физиологии поскольку начальные когда мы с вами говорили начальных процессах процессах возникновения импульса в тканях процессах провести так кто-то разговаривает вы видите экран до возникновение импульса я вам говорил любое наше движение любой наш поворот головы это все импульсы нервные но естественно импульс нервный сам по себе моего собственно и не увидим мы видим результат работы этого нервного импульса виде сокращения мышцы я сейчас не буду подробно останавливаться на всех как бы моментах данной лекции поскольку какие-то вещи вы уже знаете допустим физиологические свойства мышц они практически те же самые что и у нервной ткани у любой возбудимой ткани возбудимость проводимость сокративность лоббильность поэтому мы становимся более на таких вещах которые может быть для вас будут новыми ну во-первых сила мышц это работа которую совершает мышцы это максимальное напряжение которое мышца может развить и вот такие старенькие есть динамометры называются приборы которые определяют силу мышц но сейчас более современным совершенствованными у нас к сожалению на кафедре только вот такие динамометры и обществе честно считают электронные они менее скажем так адекватные приборы вот такие приборы действительно вот уж нажал так нажал и знаю что у тебя вот такая-то сила до 60 до 70 спортсменов выжимают вот здесь вот девочки до 30 до 25 достаточно показательный такой прибор теперь виды какие существуют виды мышечного сокращения виды и режимы мышечного сокращения во-первых одиночное мышечное сокращение одиночное мышечное сокращение возникает тех случаях когда сверх пороговый стимул наносится на одиночную на какую-то мышцу или нади даже на одиночное мышечное волокно и вот такой вот мы с вами увидим кривую сокращение потом более подробно я вам расскажу покажу что это такое одиночное мышечное сокращение дальше если стимулы повторять то можно достичь вот такого зубчатого титануса сокращение которое называется суммации еще чаще если мы будем допустим током воздействовать на мышцу то возникает гладкий титанус еще чаще если то мышца уходит просто в покой она не может уже ответить и лоббильность этой мышцы не позволяет и ответить сейчас более подробно об этом расскажу потому что здесь может быть и совсем все уходит смотрите один одиночное мышечное сокращение одиночное мышечное сокращение включает себя несколько фаз фаза латентного периода это скрытый период фаза укорочения и фаза расслабления то есть типично обычно такое сокращение в жизни вы не увидите поскольку это лабораторное сокращение это сокращение одиночного мышечного волокна так не кто-то мешает разговаривают отключите пожалуйста кто разговаривает отключите микрофон дальше если мы на ткань будем наносить несколько стимулов несколько раздражений то сокращение будут накладываться друг на друга наслаиваться и мы увидим вот такой вот двугорбое сокращение это будет не полная суммация вот такое двугорбое сокращение или высокая 1 горба и сокращение это будет полная сумаса два стимула чем чаще они будут наноситься тем больше будет выражена такая вот гладкая суммация Полная суммация мышцы Дальше При вот это сокращение Гладкий титанус Это то, что происходит в жизни у нас Так мышцы сокращаются в обычной жизни Вот такой вот зубчатый титанус При нанесении многих импульсов Допустим 5 импульсов в секунду Как только мышца начинает расслабляться Очередной импульс Она опять сокращается Только расслабляется Очередной импульс опять сокращается Получается вот такой зубчатый титанус. Мы его с вами увидим в патологии, при паркинсонизме, при каком-то треморе, нарушении функции среднего мозга, подкорковых ядер и так далее. Увеличиваем частоту импульсов, сглаживается зубчатость и постепенно все приходит к гладкому титанусу. Максимальное количество импульсов, которые может воспринять мышца и на которые может дать ответ, мы назовем оптимумом для мышцы. Это ее оптимум. Но если продолжать увеличивать силу и частоту электрического тока, стимула в этих, то мышца перестает справляться, не успевает дать ответ. Наступает ее утомление и пессимум. В итоге мышца не может ответить. На 350 импульсов в секунду мышца не успевает ответить. Она уходит просто в прострацию. Это будет пессимум. Таким образом, оптимум это максимальная частота раздражений, на которую мышца дает максимальный ответ. А пессимум это частота раздражений, которая превышает максимальную, но мышца не может дать на нее ответ. Режимы мышечных сокращений я о них говорил в лекции, на них подробно останавливаться не буду. Изотоническое сокращение, изометрическое сокращение, ауксотоническое, ауксометрическое. В лекции, в видео лекции вы об этом услышите. Двигательная единица, по-моему, в лекции не говорил. Но, чтобы вы знали, двигательная единица это совокупность мышечных волокон, которые управляются одним нейроном. То есть, один нейрон руководит вот несколькими мышечными волокнами. Этот нейрон и эти мышечные волокна это будет двигательная единица. Пожалуйста, отключите микрофон. Вы мне мешаете. Дальше. Мышечное сокращение. Для того, чтобы понять механизм мышечного сокращения, конечно, вам нужно хорошо знать структуру мышечного волокна. Мышечное волокно это клетка. Одна клетка, миоцит. Вот это вот все и в длину, если мы его растянем, это одна мышечная клетка, многоядерная. Вот оно, ядро этого миоцита. И это мышечное волокно состоит из множества миофибрил. Вот такие вот миофибрилы. В каждой миофибриле есть различные филаменты, сократительные филаменты. Каждая миофибрила окружена, голубым вот здесь показано, окружена саркоплазматическим ретикуломом, в котором находится кальций. И каждая миофибрила вот так вот поперечно исчерчена. Ну, во-первых, она исчерчена вот здесь вот Z-пластинками, которые делят мышцу на саркомеры, да? На определенные равные такие участки. Это является как бы структурной единицей мышечного волокна саркомер. Во-вторых, есть там и Z-пластинки, и А-пластинки, и И-зоны. Но мы пока об этом говорить не будем. Очень важно знать, что есть саркомер, один саркомер, разделенный Z-линией. Там бета-актинин белок специальный, это Z-линия состоит из такого белка. Дальше идут желтеньким показаны Т-трубочки. Т-трубочки, знаете, это такие инвагинации в миофибрилу. По этим Т-трубочкам будет проходить кальций, так необходимый для мышечного сокращения в дальнейшем будущем. Вот если посмотреть на схему, то на схеме вы увидите на этой... Сейчас чуть-чуть побольше сделаю. Здесь вы увидите саркомер, вот он, смотрите, Z-линия, бета-актинин, я вам говорил, белок бета-актинин. К Z-линии присоединены, черным здесь, тонкие нити актина сократительного белка. Они неподвижны в мышечном волокне. Тонкие нити актина, черные. Между тонкими нитями актина располагаются толстые нити миозина. Вот толстые миозиновые нити, они не прикреплены к линиям, никаким белкам не прикреплены. Они свободно располагаются между актиновыми нитями. Далее, что происходит в динамике мышечного сокращения? Изначально, исходное положение во время покоя мышцы. Вот А. Здесь атефаза, АТФ, который располагается на головке миозина. У миозина имеет вот такую вот головку, потом формирует поперечный мостик с актином. В головке миозина располагается АТФ. Как только кальций приходит из саркоплазматического ретикулума, а приходит он, когда возникает импульс в нервном волокне, возник импульс, кальций по Т-трубочкам прошел, проник внутрь мышечного волокна. И здесь, в мышечном волокне, он связывается с белком тропонином, который располагается на актиновой нити. При связывании кальция с белком тропонином происходит конформация и молекулы АТФ на миозиновом мостике толстом, и конформация нити актина. Таким образом, что она сдвигается в сторону нити актина, раскручивается, сдвигается в сторону и освобождает место для прикрепления мышечного мостика. То есть уходит вот эта вот молекула, сдвигается молекула тропонина, тропомиозина, и открывает место для связывания мостика миозинового с актином. Происходит конформация головки миозина, миозин хватает вот этот вот актин и начинает его протаскивать внутрь себя. Если вот так вот руки мы поставим, миозин, вот он хватает актин и начинает этот актин втягивать, благодаря тому, что головка миозина прикрепляется к месту, который освободил тропомиозин на актиновой нити. Механизм очень сложный, вы, я думаю, еще раз повторите, потом прочитаете. Поскольку здесь очень большое значение играет молекула АТФ, АТФ-фаза, которая после прикрепления расщепляется на молекулу АДФ и неорганический фосфат, необходимые для формирования. Новая молекула АТФ, которая в дальнейшем опять будет гидролизоваться на головке миозина и будет связываться с актиновой нитью. Заодно мышечное сокращение головки миозина около 50 раз прикрепляются к актину, протягивают его, прикрепляются, открепляются, прикрепляются, открепляются. Все это связано с тем, что кальций активируется, АТФ активируется, а потом дезактивируется. Снижение уровня кальция в миофибрилах приводит к тому, что мышечное волокно расслабляется. То есть наступает релаксация мышечного волокна. Достаточно сложный механизм, я говорю еще раз, если вы пройдете по этим этапам, исходное положение. Затем выход кальция при возбуждении мышцы и сдвиг тропонина в сторону, убирается тропонин. За счет энергии АТФ головка выроста миозина поворачивается, ротирует под новым углом, то есть как бы вот так вот захватывает актин. Тропонин. Кальций закачивается в Т-трубочки и саркоплазматический ретикул. Тропонин возвращается на место, то есть как бы цикл один заканчивается. Вот говорю, за одно мышечное сокращение около 50-70 таких вот циклов совершает миозиновая головка, ротируя, поворачивая актиновую нить. Если более близко вот сюда рассмотреть, посмотрите, на биохимическом уровне. Вот здесь вот становится очевидным. Актиновая нить, это головка миозина, которая идет к миозину. Вот здесь вот белок тропомиозин и тропонин. Тропомиозин мешает головке миозина соединиться с актином. Но как только появляется кальций, как только сюда приходит кальций, тропонин связывает этот кальций и вытесняет, выталкивает молекулу тропонина, освобождая место вот здесь вот. И за счет энергии АТФ мостик прикрепляется к актину. Затем разрушается, происходит гидролиз АТФ, до АДФ и фосфата мостик отклеивается, скажем так, открепляется и так далее. Благодаря вот таким грибковым движениям, видите направление стрелочкой показано, как миозин протягивает в себя актин. То есть получается, что актин как был на месте прикреплен к этим Z-пластинкам, так и остался. Только уменьшается вот это вот пространство, уменьшается длина саркомера. Укорочение саркомера это и есть процесс мышечного сокращения. Если более еще раз повторить, вот можно по этой схеме посмотреть. Раздражение, потенциал действия, кальций, освобождение кальция. Да, вот забыл про триады сказать, чтобы вы знали, что такое триада. Триада это Т-трубочка вот эта вот и рядом голубые две цистерны саркоплазматического ретиклума. Трубочка Т и две цистерны, они образуют такую триаду мышечного волокна. Ее так и называют собственно, триада мышечного волокна. Вот в результате что происходит? Саркомер был вот такой длины, вот она Т-трубочка и затем сокращение он укорачивается. В про сути дела в гладких мышцах происходит то же самое. Единственное, что там менее структурировано расположены актиновые и миозиновые нити. И кальций очень медленно дезактивируется. Поэтому гладкую мышцу если растянуть, она долго-долго еще сохраняется в таком растянутом положении. И сохраняется ее тонус, пластичность. Так, время у нас заканчивается. Есть еще 10 минут. Если хотите, я организую новую конференцию. Не хотите, мы можем с вами попрощаться. У кого пока? Шахлияр, там у тебя время показывает? Нет, сколько осталось? 9 минут, 45 секунд. А, ну давайте, тогда вопросы ваши. Пожалуйста. Может быть, что-то по функциональным системам, по гомеостазу, опять же, по мышцам. Как решать тот пример, который вы задали в прошлом видео? А, ну решили же ваши некоторые коллеги. Кто там у вас? У вас один человек или три? На каком-то потоке три человека правильно решили? На каком-то один? На вашем потоке три, трое, да? Или вы не смотрите данные? По-моему, три человека. Можно, по какой формуле, и тогда это все вычисляется? Значит, смотрите, сейчас вот я вернусь. А, ну ладно, не буду возвращаться. Не буду возвращаться. Смотрите, там в чем была фишка самая главная? Значит, вот несколько человек у вас правильно ответили. А, правильно, у вас три человека. Меруэрт, да? Меруэрт ответила правильно. Култаева, правильно говорю фамилию? Кулатаева. Вот, Меруэрт вижу, Кулатаева, да. Мика ответила правильно. Пожидаева, забыл, как зовут? Александра. Александра, вот вижу Александру Пожидаеву. И Динара, да? Маратова. Ну, Динары нет, наверное. И Динара Маратова. Вот три человека ответили правильно. Ответ был 21, снизится. Большинство из вас, конечно, написали 13. Но, опять же, и вы, девочки, тоже я вам написал, ошибку сделали. Вы пороговый потенциал поставили со знаком минус. Представляете? Потенциал, порог, как он может быть со знаком минус? Он порог. Это действительно, это расстояние между мембранным потенциалом и критическим уровнем деполяризации. Даже если он в минусовой зоне, он просто 21. То есть, правильный ответ, 21 снизится. В чем здесь был подвох? И девочки вот его сразу распустили, этот подвох. И внимательно слушали и поняли. Увеличение мембранного потенциала, когда мембранный потенциал увеличивается, он идет вниз. То есть, если был минус 80, увеличился на 5%, то он стал минус 85. А критический уровень деполяризации, когда увеличивается, он идет вверх. То есть, он увеличился там на 5, если он был 70, то он стал 65, а не 75. Вот эту вот зависимость ваши коллеги поняли. То есть, увеличился пороговый потенциал, соответственно, возбудимость снижается. Все. Очень просто все решалось. Я вам хочу сказать, очень просто, да не просто. Я в прошлом году эту задачу задал своим преподавателям на кафедре, и у меня мало кто ее решил. Ну, можно так сказать, тоже такой же процент, как и среди вас. Задача очень сложная, поэтому я на неделю ее оставил, провел ее в пятницу с другим потоком, и только потом вам сообщил результат. На другом потоке один человек решил эту задачу. Одна студентка решила задачу. Пожалуйста, еще вопрос. Можно вопрос? Да, конечно. Получается, оптимум и письмум, это являются видами мышечного сокращения, да? Нет, нет, нет. Это не виды, ну, как их можно назвать видом сокращения? Ну, нет. На самом деле это не вид сокращения, это состояние мышцы. Если мы очень часто будем мышцу бить током, и она будет тук-тук-тук-тук, вот это вот будет оптимум, максимально на что мышца способна. Это физиологическое состояние. Если мы будем увеличивать частоту, увеличивать силу вот этих вот стимулов, раздражителей, то мышца не справляется уже, говорит, все, хватит, я не успеваю. Потенциалы действия мои не успевают активироваться, инактивироваться, не успевают срабатывать натрий, кальций, калий, водосос. Это состояние, это не виды сокращения. Еще, пожалуйста, вопросы, пока время есть у нас? Что еще? Может быть, организационные какие-то вопросы, что-то у вас, какие-то проблемы, может быть, надо помочь, решить. Можешь сейчас ставить ту презентацию, которую вы нам показали, отправить нам? Отправить? Да, без вопросов. Да, пожалуйста, да, 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 хорошо. Одна есть в Мудли. Да, по-моему, в Мудли все есть. То есть, в Мудли мы максимально все выкладываем. Да, на 10-й теме. Да, вы просто темы посмотрите. Я говорю, у нас темы, получается, что темы лекции как бы опережают ваши занятия. В Мудли практически все есть. Я вот опять, не помню, с вами по электронному учебнику говорил. Так мне ссылку на электронный учебник и не прислали. У меня она есть, но я не знаю, имею ли я право давать вам ссылку на этот электронный учебник, поскольку там авторские права вот этой студии Эпиграф или как она называется. Вот, поэтому пока вот электронный учебник. Может быть, я просто текстовый вариант вам скину, но дело в том, что в текстовом варианте у меня все ответы там на все тесты и на все ситуационные задачи. Это мне надо сидеть теперь из этого учебника, вытаскивать эти ответы. Ну, я сделаю это, сделаю и вам скину. Вот, пожалуйста, продвигайте канал. Я чуть раньше об этом не думал. Как-то вот, так это, альтруистически, направо, налево пишу эти видео. Ночами сижу, монтирую, честно вам скажу. Вставляю эти слайды и прочее, прочее. И только вот, как бы, потом мне сказали, ну, а что вы не набираете подписчиков, за это могут какие-то монетки там идти, оказывается. Может быть, действительно надо это сделать, поэтому призываю вас, пожалуйста, смотрите. У меня теперь дети включают YouTube утром, и он у них весь день работает, накручивает мне часы просмотров. Так что поддержите, поддержите своих преподавателей, потому что мы делаем это все для вас. Я делаю все это для вас. Помимо вашего курса, у меня есть первый курс английский, вы видите в лекции на английском, да? Помимо этого, у меня есть второй курс русский поток, второй курс английский. Поэтому получается, четыре потока студенческих только, есть докторанты, есть магистранты. И для всех, для них я стараюсь вот и записать лекции, и плюс еще и вот так вот в очной форме с вами поговорить. Еще вопросы есть у вас какие-то? Можно я тебе сказать про изометрические и изотонические сокращения? Ага, смотрите, по сути дела изотонического сокращения в жизни не существует. Я вот вам там нарисовал, нарисовал, говорю, показал фотографию Эйнштейна, да, с высунутым языком, и написал рядом про изотоническое сокращение. Но по сути дела это нет, это не совсем так. Если вот действительно, если вы вывалите язык изо рта, спокойно, не выталкивая его, а просто расслабите, вывалите язык изо рта, вот это будет похоже на изотоническое сокращение. То есть практически вы никаких усилий не прилагаете, тонус мышц не меняется, но при этом меняется длина. То есть изотоническое, изотонус, это неизменный тонус мышцы. В лабораторных условиях это можно получить, в жизни практически нет. А вот изометрическое, да, я как раз в лекции вам говорю про становую тягу. Вот допустим вы схватили, я не знаю, какой-то бетонный блок, который весит 100 тонн, 10 тонн. Схватили его и пытаетесь эти 3-10 тонн поднять. Конечно в жизни вы не поднимете. То есть вы тянете, но поднять не можете. Напряжение конкретно увеличивается, у вас сильно увеличилось напряжение, но при этом длина мышц не меняется абсолютно. Вот это изометрическое сокращение. Очень редко встречается и одно, и другое. В основном ауксометрический, ауксотонический, концентрический. То есть это совокупность. Где-то немножко больше тонус, меньше укорочение. Где-то немножко больше укорочения, меньше тонус. Руслан, нет вопросов, Кусейнов? Грустно. Ага, грустно, так сидишь, что-то думаешь идти в зал, качаться или не идти. Надо мышцы тренировать или не надо? У меня еще минуты осталось, Куриш Малыч. Да, хорошо. Спасибо вам, уважаемые студенты, за активное участие в лекции. Пожалуйста, обращайтесь по любым вопросам. Пишите в чат, пишите своим старостам. Старайтесь не перепрыгивать через голову, решать вопросы где-то. Решайте вопросы на месте. С преподавателем, заведующим кафедры. Спасибо вам огромное. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего хорошего.